В продолжении темы о цветах, которые можно посеять в марте, хочу рассказать еще о некоторых очень декоративных и малоуходных растениях. Если вы не можете постоянно ухаживать за своими цветниками, посадите вербаскум. Он бывает двулетним и многолетним. Есть много декоративных видов и сортов этого неприхотливого растения, которые можно приобрести семенами и уже выращенной рассадой. Растение очень яркое и выглядит декоративно в течение всего лета. При своевременном посеве семян вербаскум зацветает уже в начале июня. Его эффектные пышные соцветия свечи бывают самой разной окраски. В интернет-магазинах сейчас продают много декоративных сортов вербаскума. Цветы начинают раскрываться снизу. Цветение постепенно перемещается в верхнюю часть цветоноса. Тем временем, как самые нижние цветочки постепенно облетают. Растение самоочищающееся, что тоже облегчает труд садоводов. Увядшие цветы опадают самостоятельно и не портят общий вид цветника. А после того, как вся свеча отцветет, ее лучше полностью срезать. Таким образом вербаскум будет стремиться выпускать новые цветоносы. На месте отсветших цветов завязываются семенные коробочки. Вы можете их собрать, а семена использовать для посева. Это растение отлично подходит занятым цветоводам и тем, кто посещает свой сад только по выходным. Вербаскум не нуждается в особой заботе. Его также не надо часто поливать. Благодаря мощной корневой системе, которая уходит глубоко в землю, этот многолетник способен самостоятельно добывать себе влагу и выдерживает жару и засуху. Единственное, что своевременный полив понадобится высаженной рассаде и молодым кустикам, пока они не подрастут и не нарастят свои корни. Вербаскум относится к той категории цветов, которые не любят чрезмерно питательный грунт и внесение удобрений. Этот некапризный цветок довольствуется легким и даже песчаным грунтом. Переизбыток органики пойдет растению только во вред. На удобренной земле кустик станет наращивать свою пышную зелень, а вот цветоноса будет мало. Ни в коем случае нельзя высаживать вербаскум в перегной. Растение, скорее всего, со временем погибнет. Он также не любит тяжелую глинистую почву. В такой грунт перед посадкой необходимо внести большое количество речного песка. Интересно, что это растение, в зависимости от вида, имеет много народных названий. Например, медвежье ухо, царский скипетр, золотоцвет, огонь трава и коровяк. Только вот я никак не разберусь, почему вербаскому присвоили последнее название. Возможно, его любит поедать домашний скот. Если кто-нибудь знает происхождение названия коровяк, пожалуйста, подскажите. Буду очень благодарна. Разнообразие видов и сортов позволяет иметь самые разные растения. Есть гигантские вербаскумы высотой до 1,5-3 метров. Есть средние и низкорослые всего до 50 сантиметров. Форма цветов и колоссовидных соцветий также отличаются. Высокие растения удачно задекорируют стены, построек и заборы. Они также красиво смотрятся на заднем плане цветников. Вербаскум эффектно выглядит в одиночной посадке. Но особенно он красивый и посаженный группами. С помощью его разных сортов можно украсить свой сад на весь летний сезон. Семена на рассаду высевают в марте. Зернышки вербаскума очень мелкие. При посеве используют рыхлый, слегка увлажненный с песком грунт. Семена распределяют по поверхности. Можно сверху чуть-чуть припудрить чистым песком. После увлажнить теплым розовым раствором марганцовки из мелкодисперсного пульверизатора. Посевы накрывают пленкой или прозрачным стеклом и ставят в теплое, светлое место. Свежие семена вербаскума прорастают очень быстро, уже на 4-5 день. Всходы лучше держать на хорошем освещении, тогда они не будут сильно вытягиваться. Крышку надо периодически приоткрывать для проветривания. А когда сеянцы немного подрастут, ее полностью убирают. С появлением первой пары настоящих листочков рассаду коровяка пикируют по отдельным глубоким емкостям. Не стоит ждать, когда растения перерастут. Пикировка переросших сеянцев будет более травмировать корешки. Корневая система вербаскума довольно мощная и стержневая. Именно поэтому этот цветок не любит пересадку. Особенно во взрослом возрасте. По этой причине многие высевают коровяк сразу в открытый грунт. Рассаду лучше переваливать на постоянное место, не нарушая цельный ком земли. При подборе места учитывайте размеры сорта, соседство с другими растениями и освещение. Вербаскум любит солнечное расположение, желательно без сквозняков. Хотя он выносит и полутень. Также имейте ввиду, что взрослые кустики крайне плохо переносят пересадку. Из дополнительных преимуществ вербаскум довольно морозостойкий и в садах средней полосы не требует укрытия на зиму. К тому же ему очень редко доключают болезни и вредители. Ну и пожалуй самым приятным бонусом можно назвать, что это растение отличный медонос. Цветочки вербаскума приятно пахнут. А еще это растение лекарь. Список его лечебных свойств просто огромный. Коровяк используют как в народной, так и официальной медицине. Но самое главное, что этот сосухоустойчивый цветок крайне неприхотливый и будет украшать ваш участок все лето. А еще одно растение, подходящее для малоуходных садов и цветущее до осенних заморозков, это скобиоза. Ее высевают на рассаду с середины марта по начало апреля. Растение многолетнее и очень неприхотливое, хотя есть и однолетние виды, но они каждый год возрождаются своим самосевом. При желании вы можете посеять скобиозу сразу в открытый грунт в мае. Семена в почву не заглубляют, сверху слегка присыпают песком. Но если вы приобрели редкий или недешевый посадочный материал, например ценных сортов, все-таки лучше не рисковать и вырастить их посевом на рассаду. Многолетнюю скобиозу можно легко размножить не только семенами, но и делением корневища. Выкопку и деление проводят весной или осенью, после того, как кустики цветут. Существуют разные виды и сорта этого изящного цветка, высотой от 25 до 90 см. Также есть махровые формы цветов. Окраска всевозможная. Скобиоза, так же как и вербаску, предпочитает солнечное расположение. Выносит полутень, жару и засуху. Но она любит более питательную землю. Если вы замульчируете кустики перепревшим компостом, они отблагодарят вас обильным и долгим цветением. Отсветшие цветоносы лучше удалять. Тогда скобиоза будет радовать вас своими цветами до самых холодов. Осенью надземную часть можно срезать. В холодных садах вместо посадки мульчируют толстым слоем опавшей листвы или накрывают лапником. Скобиоза отлично подходит для малоуходных, смежанных цветников в природном стиле. Ее цветы не столь крупные, но их ажурный вид очень украшает сад. Скобиозу лучше сажать группами. Тогда ее изящные соцветия на тонких стеблях смотрятся более эффектно. В садоводстве особой популярностью пользуется скобиоза кавказская, японская и пурпурная. Последние относятся к однолетникам, цветами до 5-6 см в диаметре, самые разнообразные окраски. Этот вид хорошо дает свой самосев. Цветет с июля по октябрь. А скобиоза японская является самым низкорослым многолетним видом с половечно-зеленой ажурной листвой. И высотой кустиков от 15 до 30 см. Этот вид идеально подходит для альпийских горок и создания низких цветущих бордюров. Цветение длится с июня до сентября. Ее полушаровидные махровые соцветия имеют приятный аромат. Из плюсов. Кобиоза хорошо переносит пересадку. Ее можно пересаживать даже в цветущем состоянии. Срезанные веточки этого растения долго стоят в букете. А многие виды еще и приятно пахнут. Попробуйте вырастить эти цветы и они надолго украсят ваш сад. Поделитесь также своим опытом. Выращиваете ли вы вербаску и скобиозу? Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете про самые разные, неприхотливые, красивые и редкие растения для сада и дома. И о том, как за ними ухаживать. А если это видео было вам интересно, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok